здравия желаю товарищи моделисты я рад вас приветствовать на своем канале армия в масштабе сегодня получил очередную посылку которой находились 4 номера это 10 по 13 и вот такой вот коврик коврик идет в подарок для тех кто оплачивает картой коврик имеет размер 58 с половиной на 30 сантиметров был упакован такой пакетик и вот что на нем написано коврик для сборной модели материала резина мультиспандекс дата изготовления масса срок годности неограниченно сделано в китае не предназначен детям младше 14 лет хотя почему не знаю сохраните инвар информацию для возможных обращений неотъемлемая часть комплектации ударный вертолет ми-24 не продавать отдельно что хочу сказать по поводу этого коврика коврик довольно таки приятный на ощупь но он не пригоден для того чтобы на нем что-то резать и не пригоден для того чтобы на нем красить нет красить на нем конечно можно но ту краску которая вы прольете или на пыл вот аэрограф и здесь останется вы его уже не сотрете так что использовать его просто как приятный на ощупь коврик начнем с 10 номера это у нас продолжение двигателя мы сейчас сделаем сборку скажем так из коробки посмотрим на что у нас будут похожи наши двигатели и уже подумаем что можно доработать к сожалению производитель до сих пор мне не прислал пятый номер кто смотрел предыдущую серию меня там была пересортица в деталях так что пока ждем но он обещал все это выслать так что пока что ждем так вот у нас собранный элемент из какого-то 9 тогда из 9 давайте его доделаем так меня тут еще интересует такой вопрос по поводу вот этих вот выхлопных патрубков производитель группе вконтакте писал что якобы они перепутали правый с левым вот эти вот выхлопа сейчас посмотрим так ли это ладно давайте приступим к сборке также от от производителя в группе вконтакте поступила информация о том что в наборе будет редуктор несущего винта потому что ходили жаркие споры даже может быть не столько споры сколько сомнения будет или не будет но теперь производитель официально подтвердил что редуктор будет и нам не придется его самостоятельно пилить то что двигатель здесь в любом случае нужно дорабатывать это очевидно нужно шов этот убирать вот эти элементы выкрашивать они такого серо-голубого цвета должны быть обязательно все будет все таки я хотел бы конечно не особо торопиться дождаться когда уже все выпуски по мотору выйдут чтобы было понятно что стоит дорабатывать чего не стоит дорабатывать давайте посмотрим все ли верно у нас здесь так вверх-вниз так должно быть ну да по моему они перепутаны вот это должен быть на этом двигателе это должен быть на этом двигателе все пока что их убираю в сторонку давайте пойдем дальше по сборке далее идет одиннадцатый выпуск в этом номере мы начинаем собирать грузопассажирскую кабину а именно потолок отвертка с более широким жалом давайте сейчас ей и попробуем крутить материал металл мы приступим нам понадобится два винта е.п. и новая отвертка давайте посмотрим как она в деле есть далее берем вот эти вот провода фиолетовый с черным и вставляем в ближайшие отверстия и фиксируем вот этой планочкой планочка у нас пластиковая здесь главное не перепутать у нас один проводок длиннее другой короче здесь то же самое соответственно тот который короче идет сюда ближе к стенке а тот который длиннее подальше берем два винта джейм и таким же образом прикрепляем вот эти два провода также длинный дальние отверстия тот который покороче ближние и фиксируем вот этой вот пластиковой планкой на этом сборка одиннадцатого номера у нас заканчивается и переходим сразу же к сборке номера двенадцать двенадцатом выпуске мы также продолжаем собирать детали груза пассажирской кабины это у нас будет перегородка материал также металл используем винт гп используем винт гп далее устанавливаем вот этот элемент так он у нас даже не прикручивается так вставляется ладно едем дальше две детали 12d прикручиваются винтами е.п. следующий этап сборки это прикрутить вот эту стенку к потолку прикручивается она на винты h.m и фиксируем провода с помощью вот таких вот скобок и двух винтов а.м вот что у нас получилось ну и давайте сразу же перейдем к сборке крайнего выпуска это номер тринадцатый и продолжим что-нибудь дорабатывать наверняка те кто смотрит мои видео ждет с нетерпением именно процесс самой доработки я вас прекрасно понимаю так как смотреть вот эту вот коробочную скрутку не особо интересно так что не буду вас сильно томить сейчас соберем вот это вот сидение и вернемся к предыдущим номерам в которых я покажу что я сделал и что-нибудь вместе сделаем так вот это вот металл а вот это вот все пластик так начинаем мы с этой табуретки теперь устанавливаем вот эти вот безобразно откусано придется все это у нас перекрашивать пока что соберу потом буду все это разбирать да перекрашивать это в любом случае везде вот эти вот следы от питателей очень грубо отрезаны здесь у нас такая же беда все это мы будем красить давайте пока так соберем наверное мы поступим следующим образом я сейчас сделаю сборку вот этих вот четырех номеров вернемся к предыдущим номерам посмотрим что там еще можно сделать что доработать что исправить покажу что уже сделал и отдельно выпущу серию о вот этим номерам которые мы сейчас собирали уже где мы покрасим все это дело зачистим покрасим потому что к сожалению длительность продолжительность видео очень большая это не есть хорошо потому что смотреть длинные сериалы утомляет по этой причине я думаю мы поступим вот таким вот образом так устанавливаем эту табуретку вентами ЕП крепим вентами вентамина пусть он будет ××× Вот, в принципе, и весь результат сборки четырех номеров. Вот так все это выглядит, это в дальнейшем я все разберу, все зачищу и покрашу. Это будет в отдельной серии, эту серию мы посвящаем непосредственно с самой сборки и сейчас возвращаемся к предыдущим номерам. Сделал тумблеры, единственное, их нужно немножечко под потому что они немного скачут, длина у них разная, ну и соответственно покрасить их все нужно будет. Также вот рукоятка выпуска шасси нужно будет сделать вот на балдажничек. Это вот по кабине летчика. Соответственно то же самое было проделано здесь, установил такие вот все тумблерочки. Делалось все довольно таки просто. Сверлил отверстие, с обратной стороны это выглядит у нас вот так, брал проволоку с запасом, вытаскивал концы на эту сторону, здесь проклеивал суперклеем и после уже подрезал. Но еще нужно как еще повторюсь, еще нужно немножечко их подрезать, выровнять. По передней кабине пока ничего не делал, ну и давайте приступим к доработке, начнем с изготовления педали летчика-оператора, вот так вот они выглядят у него, это торчащие две трубки из стенок. Возьму черную краску от фирмы Мистер Хобби. и закрасим вот эти места, где мы просверлили. Ну вот теперь у нас есть педали у летчика-оператора. Дальше давайте займемся ручкой. Здесь мы обозначим вот этот элемент крепления, поцарапаем сейчас такой вот, вот такая типа как обойма, а в нее вставлена уже сама рукоять. То есть нам нужно сейчас вот так вот процарапать вот здесь. так, я наверно лучше возьму пробойник и вот так вот аккуратненько продавлю. возьмем шило и вот здесь по центру продаем вот так вот место крепления вот этой рукоятки. Обработаем рукоятку, нужно убрать стык пресс-форм. вот такой вот у меня есть скрайбер, наверное не скрайбер. Вообще он предназначен для резки пластика. Ну можно скрайбером, можно обычным ножом. Вот так вот выбираем пластик из вот этих вот стыков. Также немного закруглил рукоятку. Вот так вот соскабливая. Бока скраблил, придал более округлую форму, потому что она квадратная была, прямоугольная. Так, что нам дальше? Дальше я хочу сделать вот эту вот кнопку. Кнопку я уже вырезал. Она вот такая вот малюсенькая. Вырезал из обычной пластиковой карты. Главное её сейчас не потерять. Так, мы её сейчас вклеим, потом уже по месту покрасим. Всё, кнопочка у нас готова. Далее. Вот здесь вот у нас на рукоятке имеется такой как насечки, чтобы рука не скользила. Не знаю, попробую как-нибудь это сымитировать. Здесь, по идее, ничего сложного. Просто вот такими как бы царапинами. Так вот не царапать. Сейчас это не особо видно. При покраске оно должно проявиться. Так, вот здесь сверху какая-то кнопочка у нас присутствует. Вот её здесь тоже видно. Вот здесь. Сейчас мы её тоже сымитируем. Для этого нам понадобится обычная пластиковая такая вот палочка. Можно сделать из тянутого литника. Отрезал я её с запасом по высоте. Когда она высохнет, я её обработаю и придам нужную высоту. И таким же образом сделаем кнопочку вот на этот наплыв. Так, что у нас здесь ещё есть? У нас здесь присутствует ещё какая-то кнопочка. Тоже на таком бочонке стоит. И от неё идёт проводочек. Проводочек у нас будет уходить вот сюда. Бочонок этот мы сделаем также из этого кусочка пластика. И сделаем сам проводок. Проводочек готов. И сейчас сюда сделаем кнопку. Стачиваем кнопку до нужной высоты. Вот такая получилась у нас ручка. Нам остаётся изготовить тросик. По поводу тросиков. Вот я смотрел фотографии. Нашёл два вида. Первый. Это вот такой по принципу велосипедного. То есть тоненький тросик идёт в такой рубашке. Вот здесь точно так же сделаны. Вот идёт вдоль всей ручки. А также видел вот такой ещё вариант. То есть под рукоятки идёт вот такая прямая штанга. Я даже не знаю. Но наверное лучше всё-таки сделать его по принципу вот этого велосипедного. Вот отсюда мы сейчас пустим тросик. Нам понадобятся две проволоки разного диаметра. Потолще вот где-то вот отсюда мы вот так проложим. И куда этот тросик уходит я наверное сделаю вот здесь вот отверстие в этой гофре. И туда вот мы заведём этот тросик. Просверлим отверстие. А ещё лучше наверное как вариант я сейчас сделаю с помощью вот ватной палочки тянутый литник. Это у нас получится рубашка. А в него вставим вот такой вот тоненький проводочек, проволочку. Давайте попробуем. Отрезаю с запасом. Потом подрежем под нужный размер, под нужную длину. И теперь вот в это отверстие нам нужно вставить вот эту проволоку. И прикрепим вот эту рубашку к самой ручке с помощью алюминиевого скотча. Сейчас отрежем тоненькую полосочку. Зиму конфеты все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаём то там, то тут. И в десанте, и в пехоте. Мой зелёный вертолётик в исключительном почёте. Нас всегда с надеждой ждут. Ждут вертолётик, вертолёт, вертолётик, вертолёт. Как мальчиш, плохиши в книжке, Нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобраться на игру. В итоге у нас получился. Я думаю, получилось довольно-таки достойно. Мне даже самому нравится то, что у нас в итоге вышло. Осталось всё это покрасить. Но красить это я буду, наверное, либо самостоятельно, либо в следующей серии мы покрасим. В принципе, здесь покраска особо труда не вызовет. Всё в чёрный цвет. Вот эту клавишу в красный цвет. Ну и тросик в серебристый. Наверное, я самостоятельно всё это покрашу. А в следующей, неочередной серии, которая будет посвящена исключительно доработкам, не дожидаясь выхода следующих журналов, мы уже посмотрим, что там можно ещё будет сделать. Там нужно будет сготовить педали. Нужно будет сделать, также доработать ручку управления лётчика-оператора. Ну, там, в принципе, ещё много над чем можно поработать. Моторы можно до ума довести. Ну, а на этом я заканчиваю данную серию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте, ссылки в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новой серии. Ну, а также у меня к вам есть небольшая просьба. Даже как-то прям неудобно, но факт остаётся фактом. У меня умер мой смартфон. Сейчас пишу на другой. Качество, как вы видите, не очень. Постоянно фокус вот этот прыгает. Вот, и если у вас есть возможность поддержать материально, буду вам искренне признателен. Реквизиты в описании. Ну, всё. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Р-р-р-р-р-р-р-р. Продолжение следует...